С начала года прокуратура города выявлена свыше тысячи нарушений закона, внесено более 194 представлений об устранении нарушений, по результатам рассмотрения которых в дисциплинарной ответственности привлечено 201 должностное лицо. В суды направлено 98 исковых заявлений. Прокуратура города проведена проверка соблюдения пенсионного законодательства. Жителю города было отказано в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Мужчина находился за пределами страны и не предоставил документы, выданные транспортной компанией о стоимости проезда. Использование пенсионерам личного транспорта для проезда к месту отдыха и обратно не должно являться препятствием для компенсации данных расходов. Поскольку в противном случае при отсутствии, например, возможности приобрести билет в нужном направлении или невозможности, например, использования определенного вида транспорта по состоянию здоровья, пенсионер был бы неоправданно ограничен в своем праве на выбор способа передвижения к месту отдыха и обратно, что будет нарушать также право пенсионера на равное пенсионное и иное обеспечение гарантированной Конституции РФ. В Муравленко прошла проверка исполнения предпринимателем законодательства о муниципальной собственности. Бизнесмен без оформления договорных отношений в отсутствии договора аренды использовал часть помещений спортивного комплекса для размещения кофейного аппарата. В прокуратуре города во вкусте в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном законом ЮНАУ, за использование находящейся в собственности муниципального образования объекта нежилого фонда без надлежащих оформленных документов. В постановлении мирового судья, но на лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа, ему назначено наказание в размере 2000 рублей. Прокуратура города провела проверку коллективного обращения садоводов СНТ «Дружба» о нарушении законодательства при обращении с отходами производства и потребления поступившего депутата Тюменской областной думы. По указанным фактам нарушения закона в целях ликвидации несанкционированных свалок отходов 5 августа 2022 года в садоводство «Дружба» внесено представление, которое 26 августа 2022 года рассмотрено и удовлетворено. Вместе с тем не ликвидированы 8 свалок. В связи с чем 8 сентября 2022 года прокуратурой города в суд направлено исковое заявление о ликвидации свалок. Кроме того, в отношении председателя садоводства возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях за неуполнение требований в области охраны окружающей среды при сборе и накоплении отходов производства и потребления. В прокуратуре города проведена проверка соблюдения пенсионного законодательства. К специалистам обратился житель Муравленко. От имени мужчину неизвестными лицами были поданы заявления о досрочном переходе из пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд. При этом переход был осуществлен с нарушением требований действующего законодательства, воли изъявления заявителя о переходе в фонд не имелось, печати и подписи нотариуса на заявлениях являются поддельными. В прокуратуру города Муравленковский городской суд в интересах пенсионера было направлено исковое заявление о признании договора заключенного САОНП в будущем недействительном применении последствий недействительности данной сделки, а также компенсации морального вреда. Судом исковые требования прокурора были удовлетворены. Постановлено передать пенсионные накопления процентов за пользование тежными денежными средствами, а также доходы от инвестирования в пенсионный фонд Российской Федерации, а также высказать в пользу заявителя компенсацию морального вреда за неправомерную обработку персональных данных в размере 10 тысяч рублей. Городская больница привлечена к ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности. Нарушения выявлены в четырех отделениях учреждения. Возбуждены четыре дела об административном правонарушении, предусмотренных в части первой статьи 24 колокса административных правонарушений. При результате рассмотрения дела об административном правонарушении виновные лица причинены к административной ответственности и назначены наказанием в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей и 20 тысяч рублей, а также внесены предупреждения. В Муравленко установлены многочисленные нарушения закона, связанные с ненадлежащим осуществлением ежегодных сезонных осмотров зданий при подготовке домов к отопительному сезону. Прокуратурой города в управляющие организации внесено три представления, которые в настоящее время рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены. К дисциплинарной ответственности привлечено три виновных лица. Прокуратурой города проведена проверка по обращению законного представителя несовершеннолетнего, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия. Водитель автомобиля, двигаясь во внутриквартальном проезде, допустил наезд на ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия малолетнему пешеходу были причинены телесные повреждения, квалифицированные экспертам, как тяжкий вред здоровью, а также моральные страдания, что послужило основанием для направления прокуратуры города в его интересах искового заявления о взыскании и компенсации морального вреда. Жительница Муравленко заплатит крупный штраф за комментарии, оставленный в одной из популярных социальных сетей. Ее негативное высказывание на почве религии затронуло чувства сразу нескольких человек. Дело об административном правонарушении направлено в Муравленко городской суд для рассмотрений, по результатам рассмотрения которого жительница города Муравленко признана виновной в совершении административного правонарушения и подвергнута административному наказанию в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Житель Муравленко привлечен к административной ответственности за оскорбление собеседника. Мужчина обнаружил, что членка оператива «Молодежный» осуществлял уборку строительного мусора, сделал ему замечание и оскорбил. В прокуратуре города в отношении нарушителей возбуждено административное дело по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях за оскорбление. Суд виновному лицу назначил штраф в размере 3 тысяч рублей. Кроме того, в устёкшем периоде 2022 года по результатам рассмотрения аналогичных административных производств, то есть за оскорбление, прокуратуру города было привлечено 18 лиц с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 56 тысяч рублей. Прокуратура защитила права пенсионеров. Жителю города было отказано в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. Мужчина находился за пределами страны, не предоставил документы, выданные транспортной компанией о стоимости проезда. Данное решение является незаконным, поскольку один из перелётов заявителя проходил исключительно по территории России. В ходе проверки прокуратуру города из транспортных организаций были истребованы необходимые сведения. В Сельхарский городской суд в интересах пенсионера было направлено исковое заявление о признании решения пенсионного фонда по ИНАУ незаконным. В взыскании в пользу пенсионера положены компенсации. Гражданское дело по иску прокурора было рассмотрено судом 14 сентября текущего года. Требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Фактическое исполнение решения находится на контроле прокуратуры города. Жительницу Муравленко привлели к административной ответственности за оскорбления в интернете. Женщина в одной из популярных социальных сетей оставила сообщения с оскорблениями на личной странице адресата, супруге своего бывшего мужа. Дело об административном правонарушении направлено в мировой суд для рассмотрения, по результатам рассмотрения которого жительница города Муравленко признана виновной в совершении оскорбления с использованием информационно-телекоммуляционных сетей, включая сеть интернета, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.